Господин министр, с начала военных действий в Нагорном Карабахе Турция принимала активное участие в дипломатических инициативах, в решении конфликта. Как Вы считаете, какой выклад сделала Турция в реализации соглашения между Азербайджаном и Арменией, положившей конец военным действиям в Карабахе? Спасибо большое. Знаете, уже на этот счет даны были оценки. Президент Путин разговаривал с президентом Ардоганом неоднократно и по ходу наших усилий по обеспечению прекращения огня и развертывания миротворцев и по итогам достижения этой соответствующей договоренности. Президент Ардоган поддержал действия России. Мы, как Вы знаете, я только что об этом говорил в начале нашего мероприятия, согласовали с турецкими коллегами создание мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана, не примыкающей к зоне конфликта, который позволит техническими средствами дистанционно мониторить происходящее в воздухе прежде всего, но также и на земле в Нагорном Карабахе и при необходимости задействовать влияние Турции и Российской Федерации на стороны, чтобы возможные, я надеюсь, что их не будет, но возможные нарушения, чтобы их, в общем-то, устранять. Это, еще раз подчеркну, работа будет проводиться на территории, отведенной под этот совместный центр. Она не связана с какими-либо миротворческими телодвижениями непосредственно в зоне конфликта, и это надо очень хорошо понимать. Я слышу, как уже сегодня упоминалось, различные пожелания, но эти пожелания, наверное, надо все-таки оставить в стороне и заниматься конкретным делом. А делом можно заниматься на основе договоренности, которая была подписана вчера министрами обороны России и Турции, которая касается работы в помещениях мониторингового центра. И, в принципе, знаете, сейчас много идет оценок таких, где-то на грани у кого-то эйфории, у кого-то истерика. Россия, значит, проиграла Кавказ, следующий будет Крым. У нас таких досужих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, и в ряде других стран. В Турции газеты переполнены обвинениями в том, что Турция позволила себя дать переиграть, что российская сторона, значит, там победила всех на свете. И, значит, в Турции, дескать, рассчитывали на то, чтобы капитализировать оказанную Азербайджану помощь гораздо более эффектно и эффективно. А то турки, значит, побеждают на поле боя, а русские побеждают за столом переговоров. Я читал выдержки из турецкой прессы, но вы наверняка тоже с этим совсем знакомы. Повторю еще раз, такая же волна, только уже с обвинениями России в предательстве, в чем только нас не обвиняют, поднялась и среди нашей либеральной прессы, в соцсетях. И это такая диванная, знаете, аналитика. Надо на нее, наверное, внимание обращать поменьше. Потому что, ну, знаете, сейчас так у нас модно, такие уже стали какие-то анатомические аналогии по отношению к политике. Вот если уж говорить про Армению, вот армянское радио в свое время отвечало на вопросы в Советском Союзе. Один из вопросов, ну, как бы его так сформулировать, ну, примерно так он звучал. Ну, в чем разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью? Ответ армянского радио звучал так. Жизнь жестче. Поэтому все вот эти вот рассуждения о том, кто чего потерял, кто чего мог бы еще больше там оторвать, это все из той же самой серии, когда вся политика и все происходящее в мире воспринимается с точки зрения игры с нулевой суммой. Я тебя победил, значит, я крутой, я тебя унизил, или ты меня унизил, я тебе не позволил. Это не наша политика. Мы заинтересованы в том, чтобы везде в мире, прежде всего вокруг наших границ, было спокойно, чтобы не было тлеющих конфликтов. Когда заявляли, что Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт на Горном Карабахе не решался, и что Россия все эти годы тянула, это откровенная ложь. Россия была лидером в том, чтобы продвигать на Горно-Карабахское урегулирование, чему примером является знаменитый Казанский документ, который мог достичь тех же самых результатов, которые сегодня есть на земле, но без какого-либо кровопролития. К сожалению, тогда это оказалось невозможным, совсем не по нашей вине. После этого мы стали продвигать двухэтапный подход, который тоже был воспринят сторонами, поначалу с энтузиазмом, потом, как я уже упоминал сегодня, стали выдвигаться сомнения, а вот как вот так, пять районов, два района, а как же будет безопасность обеспечиваться. И это тоже было провалено и отложено в сторону на непонятный период, бессрочный, не по нашей вине. Поэтому у нас нет недостатка в добрых намерениях, а не только намерениях, но и в конкретных предложениях, не было недостатка. Сейчас, повторяю, мы выходим, к сожалению, да, с применением силы, ценой жертв с обеих сторон, мы все равно вышли на урегулирование, которое продвигала Россия. Наверное, история ничему не учит, как известно, но все-таки обидно, что результат, достигнутый сейчас ценой крови, мог быть достигнут бескровно. Ну и не заинтересована Российская Федерация в сохранении замороженных конфликтов ни в Карабахе, ни в Приднестровье, нигде бы то ни было еще на постсоветском пространстве. И те, кто такие оценки выдвигает, я считаю, действуют абсолютно нечистоплотно. Ну, здесь просто отсутствие еще конкретного знания, конкретного желания разобраться, в чем конкретно является позиция Российской Федерации, какие инициативы мы продвигаем. Вот, поэтому у нас с Турцией есть общие задачи, как я уже сказал, мониторить с азербайджанской территории средствами технического контроля объективного ситуацию в районе миротворческой операции. Операции осуществляются исключительно силами контингента вооруженных сил Российской Федерации и каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают. Будем с ними сотрудничать и дальше, в том числе и на других направлениях мировой политики, прежде всего, конечно, в Сирии.